Изменения в законодательстве не застанут врасплох фокинских предпринимателей. В администрации городского округа прошел обучающий семинар по работе с онлайн-кассами. Закон об обязательном применении фискальной техники вступает в силу 1 июля 2019 года. Далее подробнее. Кассовая реформа стартовала в России два года назад. С этого времени большинство хозяйствующих субъектов перешли на использование онлайн-касс в обязательном порядке. Однако часть индивидуальных предпринимателей получили право на отсрочку, которая истекает 1 июля 2019 года. Чтобы не нарушить закон, представителям малого бизнеса до указанного срока необходимо предпринять ряд действий. Каких именно, предпринимателям фокина рассказали на обучающем семинаре с участием представителей налоговой инспекции. Наша задача – наиболее полно информировать налогоплательщиков о предстоящих изменениях, вступивших изменениях, чтобы все-таки они вовремя приняли меры и не нарушить законодательство, которое на сегодняшний день вступило в силу или начинает свою работу. В частности, основной момент, который хотелось бы сегодня осветить – это, конечно же, применение онлайн-касс. Сутью онлайн-касс является передача данных о продажах через интернет в налоговую службу и покупателям. Все прошедшие по кассе операции должны сохраняться на фискальном накопителе, отсылаться оператору, а оттуда прямо в налоговую инспекцию. Таким образом, осуществляется контрольная функция в режиме онлайн. Всегда человеческий фактор вносит свои изменения. Никто никогда не готов и всегда встречается масса сопротивлений. Но нужно понимать, что все же мы живем в правовом государстве. Законы приняты, и их нужно исполнять в своевременное время. С 1 июля онлайн-кассы обязаны применять предпринимателей на ЕНВД и патенте, работающие на себя. В первую очередь, это лица, оказывающие услуги по автосервису и платным перевозкам, медицинские и ветеринарные услуги, ремонту оргтехники, занятые в парикмахерской деятельности и оказании косметических услуг. Под действием закона также подпадают организации, управляющие компанией и ТСЖ. Сейчас предприниматели, все, которые являются неработодателями, которые предоставляют услуги населению, они обязаны будут перейти с 1 июля 2019 года на применение контрольно-кассовой техники. И многие предприниматели об этом просто не знают. И наша цель – донести до них эту информацию, чтобы они не получили штрафные санкции от налоговых органов, чтобы они правильно подобрали себе нужную контрольную кассовую технику. Участникам семинара пояснили, что затраты на приобретение контрольно-кассовой техники можно значительно снизить за счет получения налогового вычета. Размер такого вычета составляет 18 тысяч рублей и включают, кроме стоимости кассы, затраты на ее установку. В процессе занятия предприниматели смогли задать специалистам интересующие их вопросы, уточнить полученную информацию. Подобные обучающие семинары помогают частикам своевременно знакомиться с изменениями в федеральном законодательстве, чтобы в итоге избежать неприятных неожиданностей. Мне понравилось сегодняшнее мероприятие, очень полезное. Я хочу сказать, что в житель поселка Путятин мы редко куда-то выезжаем, поэтому я не пожалела нисколько, что сюда приехала. И теперь я могу поделиться какими-то своими полученными знаниями со своими предпринимателями. Продолжение следует...